Опасная бритва завода Трудвача. Модель Экстра, модель жесткая для средней жесткой щетины 1957 года выпуска. Параметры сразу покажу. Рядышком справа. Тут где-то классический 5,5 восьмых, то есть между 5 и 6 восьмых, ближе к 6. Выборка наполовину. Все в оригинале полностью. Покажу сначала ручку. Оригинальная пластиковая ручка ватевская. Вот умные пины. Все аккуратненько, ничего не разбиралось. Все в оригинале. Ручка без нижнего пина, как они делали. Черного цвета. Это до 60-х годов. Ставили такие вот. Вот. Клинышка нет. Тут плашки имеют утолщение. Классическая ватевская модель. Клеймо. Экстра. Бритва такая, немножко жесткая. Точится дольше обычного. На ремне правится дольше обычного. Но при этом заточку держит очень хорошо. У меня их уже очень много было. И самыми сколько раз брился. Отличные бритвы. Вот. Тут еще на хвостике есть намек на шестерочку, но из-за ручки его не видно. Они иногда ставили на хвостиках. Номера разные. Полотно, в принципе, в классном состоянии. Все очень прилично. Геометрия хорошая. Скругление к носику к пяточке. Ну и так такая. Легкая-легкая, правильная улыбка. Вот. С оборотной стороны. Бритва без реставрации. То есть, тут имеется родной заводской сатин. Все аккуратненько. Внутри вычищено. Зубчики внизу. Тут все чистенькое. Вот. И сверху тоже все чисто. Без коррозии, без грязи. Выборка у бритвы где-то наполовину. То есть, ну, классическая, вачевская. Они почти все такие были. Сталь не звонкая, но при бритве издает такой характерный хруст. Как у яхт, например. У Экстра, у некоторых гравюр. У них такой своеобразный рез интересный. Так. И к ней идет в комплекте родной футляр. Вот. Можно видеть бритва Экстра. Год. Плохо очень видно. Гост 54-го года. И год выпуска бритвы 1957-й. Ну и трудвача логотип. Обычный футляр. Из этого картона, обшитый ладарином. Или чем-то таким. Отличная бритва. Это уже не только новичку, но и бывалому хорошо пойдет. Чистая советская классика. Очень высокого качества. Точить, бриться одно удовольствие. Все просто, понятно, предсказуемо. Так. Сейчас покажу, как тесты проходят. На тестах, в принципе, тоже можно слышать этот звук. Звонки немножечко. Бритвы. Супер. Сейчас в таком состоянии вачи очень редко попадаются. Сейчас даже иногда проще найти какого-нибудь батчера. Не шибко распространенного, широкого. Чем вачу в новом состоянии. Но эта бритва, конечно, нельзя сказать, что прям целиком и полностью в новом состоянии. Не пользованном. Но тут все очень и очень достойно. Косметически и по геометрии, и по сточенности. Это так. 8,5-9 твердая из 10. Но все тесты проходят, естественно. Вон он волос. На листике остался. Сейчас еще раз его рассечем. Видно, да? Да. Ну, в общем, все классно тут. И по заточке, и по стали. Сталь хорошая, неперекаленная, некрошливая. То есть, ну, идеальная. Разве что чуть-чуть твердовато. То есть, на ремне ее надо править, ну, там, например, не 15 махов, а 25, может быть, 30 махов. Перед бритьем, я имею в виду. Чуть-чуть дольше надо. Все. Чистая советская классика. Очень советую, если кто не пробовал. Модели экстра, они, ну, отличаются от остальных ватч, ну, и, конечно, от стизовских бритв в лучшую сторону. Чуть более жесткие, но при этом, ну, отличная, очень хорошая вещь. Спасибо. 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 Спасибо.